Кроссфит 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 это довольно-таки новое направление, которое развивается в нашем регионе. Основная его задача заключается в том, чтобы развивать общие физические качества человека. То есть это гибкость, скорость, взрывная сила, можно пересчитать очень много. Именно вот развивать общую функциональность организма, это все-таки самая истинная задача Кроссфита. И Кроссфит, он нежели как спорт, именно как направление фитнеса отличается, потому что очень много людей с разными потребностями. И кто-то, например, с какими-то ограничениями, кто-то не может большие сапы поднимать, кто-то не может заниматься кардио-тренировками. И поэтому как направление фитнеса оно очень гибко и подстраивается именно под каждого человека. Я считаю это особенностью. Именно этого направления, чем отличает его от других. Кроссфитом может заниматься абсолютно любой человек, абсолютно любого возраста. Противопоказания, наверное, как и в любом направлении, противопоказания это какие-то травмы, которые нельзя совмещать со спортивной деятельностью. Но есть, например, некоторые моменты. Например, вот есть у меня человек, пришел, у него неровная спина, да, склез. И это проблемы вполне исправимые. И, соответственно, мы начинаем придумывать ему программу тренировочную, чтобы вправить спину, чтобы у него спинка была ровная, чтобы он сам укрепился. И потом, соответственно, дальше заниматься. То есть вот такого рода ограничения, да, они каким-то образом не противоречат именно кроссфиту. А есть, например, вот у людей больные колени, да, им нельзя вот, слишком большие нагрузки. Здесь уже тогда никогда нельзя заниматься. Расскажи о своей студии. Студии Трусфита. Как ты ее открыл, чем ты руководствовался? Вообще, очень большая история тому, как я к этому пришел. Я разделяю ее на становление и на две категории. Первая категория – это мое физическое становление, как я именно как спортсмен пришел к этому. И вторая категория – это психологическое, как я именно собрался силами открыть студию. Так как у нас существует очень много различных направлений, и мне казалось, что я буду каким-то лишним вообще в этой сфере. И я думал, что я не смогу что-то свое внести. И мы с моим другом решили пойти на турники, да. В то время развивалось такое направление. Сейчас занимается им Александр, называется воркаут. Оно тогда было на уровне двора, да, двор, друзья, все. И мы тогда начинали тренироваться, собирались с компаниями и потихонечку занимались физической подготовкой. И именно там я начал развиваться физически, да. Если мы говорим, подкачался, да, если так сказать. И усиливался и качество. Стал сильнее, да, стал подтянутым, да, и стал чувствовать себя намного лучше. Я нашел себя в этой сфере. Но потом произошло то, что происходит с каждым мальчиком-мужчиной. Восемнадцать лет меня призвали в армию. Там уже происходит мое психологическое становление. Потому что армия, понятно, да, это ты один, находишься где-то далеко от дома. Служил я в Крыму тогда, в 2014 году. И именно там я понял, что значит заниматься самостоятельной деятельностью. Мы тогда с друзьями занимались на площадке, и каждый друг, он занимался своим направлением. Один был боксер, другой занимался полноконтактным рукопашным боем, другой занимался боевым самбо. А у меня была общая физическая подготовка. И мы скооперировались таким образом и тренировали друг друга. Я следил за ребятами, да, мы тщательно выполняли каждое упражнение. Так же, как и они следили, да, занимаясь своим направлением. И это дало толчок. Я, соответственно, пришел со службы. Я решил себя в новом направлении найти. И тогда я очень много слышал как раз про направление кроссфит. Тогда оно в России было вообще практически не слышно. То есть не слышно ничего было об этом. А я наблюдал за этим, и мне всегда нравилось. Мне нравилась именно сама мысль гибкости этого направления. То есть то, что нету каких-то определенных упражнений для каждого человека. То есть пришел один, второй, третий человек, и он должен делать одно и то же. Человек пришел, у него есть потребности, и они подстраиваются под него. Соответственно, мы с Сашей начали развиваться. И начали, ну, нашли помещение и начали открывать свои студии. Он вывел воркаут, соответственно, в такое общее направление, начал югу развивать. А я вот начал заниматься как раз таки кроссфитом. Дальше потихонечку начал совершенствоваться, начал расширять свои знания. Также я учусь по направлению педагогики, физической культуры. То есть еще я полностью в это погрузился. Я это развивал. Я пытался побочь каждому, кто ко мне приходил. У меня люди занимаются абсолютно разными. У меня занимались люди из силовых структур, спасательных структур. У меня занимаются спортсмены. У меня также занимаются обычные люди. И я считаю, вот, именно достижением даже не столь, что я именно открыл студию, да, а то, что каждый человек, который ко мне пришел, он получил то, что хотел. То есть у меня есть результаты. И это, мне кажется, самое главное, что может быть для любого педагога. Это видеть результат, в который ты вкладываешься. Ну что, отлично. Давай тогда покажем зрителям пару упражнений. Те, кто хочет первый раз попробовать себя в крусфите. Да, конечно. Покажем, расскажем. Первое упражнение, которое мы выучим, называется бёрпи. Я не буду объяснять очень базовые элементы отжимания, приседания. Вы прекрасно знаете, да, о том, что их нужно выполнять. А я вам покажу именно базовые упражнения, которые в крусфите считаются самыми лучшими. Упражнение очень прыгучее, затрагивает все ваше тело. Очень хорошее, активное упражнение. Итак, каким образом мы его выполняем? Очень важный момент заключается именно в начале. Принимаем позицию удобную. Ноги широко сильно не ставим, вместе тоже не ставим. Очень важный момент. Когда мы выполняем это упражнение, не приседаем. Не нужно приседать. Если вы приседаете, вы напрягаете ноги. Выполняя это упражнение, очень важно именно экономить энергию свою. Потому что если вы экономите энергию, тогда вам легче его выполнять. Мы что делаем? Коленочки немножечко сгибаем. Делаем наклончик вниз. Ручки ставим. То есть не приседаем, а делаем именно наклончик. Дальше. Помогаем тазом. Делаем толчок ног назад. Бам. Сделали. Дальше. Мы положили таз вниз. И положили корпус. Все. Легли. Это маленькое упражнение, в котором вам будет очень удобно отдохнуть. Дальше. Поднимаем корпус. И помогаем тазом. Выстреливаем наверх. А ножки широко ставим крючком. Оп. Все. Очень важный момент. Когда вы ставите ноги, вы подняли корпус и ставите ноги. Ни в коем случае не подседайте вот так. Это неправильно. Еще раз. Согнулись. Наклонились. Поставили. Тазом помогли. Делаем толчок. Бам. Наклонились. Отлично. Легли. Немножечко можно отдохнуть. Корпус поднимаем. Таз наверх. Ножки согнуты. Очень важно. И здесь все просто. Поднимаетесь. Силы экономим. Небольшой прыжочек. Руки наверху. Не нужно. Не нужно. Мух убивать где-то там наверху. Небольшой прыжочек. Сделали. Все. Это будет самое замечательное упражнение для вас. Оно помогает разогреть все тело. Выполняйте правильно. Обязательно акцентируйте внимание на ногах. И дыхание. Объясню дыхание. Очень важный момент. Когда мы встаем в этом положении. Делаем вдох. То есть мы стоим. Сделали вдох. И на выдохе мы спускаемся вниз. Потому что вот это вот действие, когда вы ложитесь и вы ложитесь на живот. Это считается одним действием. То есть вдохнули. И сделали. Дальше. Поднимаемся. Вдох. И выдохнули. Поначалу это будет довольно-таки непросто. Я понимаю. Но нужно выполнять не быстро это упражнение. Точно. На каждое определенное действие. Тогда ваша аэробная система привыкнет. И вам будет делать очень приятно это упражнение. Оно не сложное. Оно взрывное и прыгучее. На здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова